Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы Агросектор в студии Раима Абдулаева. 1 сентября в Дагестане благодаря проектам образования и демографии открыли 20 новых объектов образования. Среди них 13 детских садов и 7 школ. Кроме того, в рамках государственной программы Российской Федерации комплексное развитие сельских территорий были открыты 3 ранее достроенные школы и завершено строительство образовательного учреждения в селе Алкадар Сулейманстальского района. Одна рассчитана на 110 ученических мест. Эта школа укомплектована современным средствами оборудования и воспитания предметными кабинетами. Каждый учебный кабинет оснащен интерактивным учебным комплексом, включающим в себя интерактивную доску, акустическую систему, короткофокусный проектор, моноблок. В школе имеется хорошо оборудованный блок для занятий внеурочной деятельностью. Эта школа состоялась благодаря развитию агропромышленного сектора в районе. Не было бы проекта «Стальские сады», не было бы этой школы и не было бы школы «Ашагасталь-Казмолярь». Потому что именно благодаря привлечению инвестиций в агропромышленный сектор, благодаря нашему проекту «Стальские сады», реализуемому ООО «Полоса», мы смогли участвовать в государственной программе. Благодаря этой программе строятся две школы. Одна сегодня сдана, три спортивных плоскостных сооружения, в трех селах подается газ, газифицируется, и село Касумкент полностью обеспечится водопроводными сетями. Нам есть чем сегодня похвастаться, и есть плоды, то есть есть возможность сегодня завести детей в современную комфортную школу. Мы знаем, что под программа, наша программа называется «Современный облик сельской территории». И действительно, мы сегодня, когда присутствуем в этом здании современном, и на этой территории благоустроенной, мы видим, что как облагораживается у нас село, и является примером для того, чтобы и в других районах, и в других селах под таким образом шли и главы муниципалитетов, и население, и заявлялись и в указанную программу, и другие национальные проекты, для того, чтобы обеспечить жителей села комфортными условиями. Создание новых финансово устойчивых и рентабельных КФХ. 1 сентября в Республике Дагестан запустили образовательный проект Росельхозбанка «Школа фермера». Одновременно с Республикой программа реализуется еще в 27 регионах. Это школа фермеров на базе ведущих аграрных вузов и действующих предприятий. Слушатели, которые успешно завершат теоретическое, практическое обучение и представят работающий бизнес-панк, смогут получить специальный кредитный продукт «Стань фермером» для запуска собственного дела. Благодаря этой программе в регионах будут создаваться новые крестьянско-фермерские хозяйства, которые могут стать основным элементом товаропроизводящей цепочки в качестве поставщиков для крупных предприятий. «Школа фермера» – это уникальный проект для каждого региона, в результате которого будут созданы новые рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции. Содействие занятости сейчас особенно актуально в связи с вызванной коронавирусным кризисом потери рабочих мест. В Дагестане отобрано 25 слушателей по направлениям животноводства и растеневодства. В Магарамкенском районе реализуется крупнейший инвест-проект. Три года назад здесь, в окрестностях села Джипель, был заложен суперинтенсивный сад площадью 150 гектаров. В настоящее время идет уборка плодов. Яблоки сорта «Гала» попробовала и наша съемочная бригада. Радости песни на работе вполне закономерны, ведь так труженики выражают свои эмоции от полученного результата. Три года назад эти женщины из ближайших сел – Джипель, Куйсун, Гильяр – участвовали в закладке суперинтенсивного сада. Работа была нелегкая, ведь на каждом гектаре более 2,5 тысяч деревьев. Соблюдение всех агротехнических мероприятий и хороший уход привели к тому, что урожай удался на славу. Яблоки очень вкусные, очень сочные. У нас есть смаренька, вот это красное яблоко, голд, яблоки есть. Сейчас вот это красное собираем, потом желтые, потом зеленые смаренька собираем. Целый месяц, наверное, сентябрь мы здесь будем работать. А рабочих здесь сейчас где-то 150 человек. Мы работаем здесь с каждого села. Целые паровозики с плодами. Сочные и лумяные яблоки сорта «Гала» отлично транспортируются и хранятся. На территории фермерского хозяйства имеется озеро-накопитель. Это обеспечивает регулярный капельный полив. Кроме того, для повышения урожайности здесь использовали специальную схему посадки. Один сорт яблок послужил опылителем для другого. Первое дерево в этом ряду является у нас сорт грени-смит. Для чего сажаем именно грени-смит? Для опыления других сортов. Остальные дерево идёт гала. Каждое 13-е дерево в данном ряду является грени-смит. А в данном ряду находятся 234 саженца. Сохранить полученный урожай – дело нелёгкое. Серьёзной проблемой оказалась экстремальная жара выше 40 градусов. Яблоки получают ожоги и теряют товарный вид. Раствор белой глины для плодов в данном случае примерно как крем против загара для нас. Обычная глина, белая глина. Для чего это делается? Для того, чтобы на поверхности яблока, сама яблока не получилась солнечная ожога. Что делает данный препарат? На поверхности яблока снижает температуру от 3 до 5 градусов. Всё, пожалуйста, вот смотри, чистим. Она безвредная, без ничего. Примерно 5-7 килограммов с каждого дерева и до 10 тонн урожая с каждого гектара. Пока это лишь 20% от возможного. Полное плодоношение начнётся через два года. Гружёные фуры отправляются в фруктохранилище Кабардино-Балкарии. Именно оттуда начнётся реализация продукции. Строительство своих хранилищ Джепеле пока только в планах. А пока агрономы проверяют плотность и сочность уже других сортов. Вслед за агалой начнётся уборка яблок Golden Delicious, Айдарет, Пуджа и Грэнни Смит. Фундук на Кавказе выращивают с древнейших времён. Его скорлупу находили при раскопках археологи. Что же касается наших дней, это растение успешно разводят в Южном Дагестане. В Магарамкенском районе весьма необычно проходит уборка плодов этих деревьев. Сложно представить себе мужчин, которые любят пылесосить. Совсем другое дело, когда речь идёт о работе с садовым оборудованием для сбора орехоплодных культур. Этот сад на окраине Магарамкента Мугудин Абдурахманов заложил 10 лет назад. Хирург местной районной больницы теперь уже на пенсии. Всё свободное время занимается выращиванием фундука. А раньше садоводство было хобби, которое помогало эмоционально восстанавливаться после сложных операций. Теперь на заслуженном отдыхе появилось больше времени заниматься любимым делом. Главе семейства помогают супруга и оба сына. Кстати, тоже врачи. Ещё совсем недавно урожай в этом саду площадью 3 гектара собирали примерно месяц. Фундучные деревья встряхивали, а дальше ручной сбор и сортировка на хорошие орешки и пустышки. Всё изменилось после приобретения этой чудо-техники турецкого производства. Этот аппарат не только собирают, но и сортируют фундук. Вот фундук, который получился из двух отсеков. Чистый фундук. И есть фундук отходы, с третьего мешка отходы. Она сортирует, всё выбрасывается в два мешка. Пять пешковых чистого фундука. Производительность действительно выросла в разы. Причём чудо-машина ещё и сортирует орехоплодные. Конечно, эту работу ни пыльной не назовёшь. Но результат, рассказывает Мугудин Абдурахманов, превзошёл все его ожидания. Этот фундук готов к продаже. Надо ещё несколько дней просушить на солнце. Уборка урожая завершится в ближайшие дни. После просушки на солнце продукция будет готова к реализации. В ближайших планах Мугудина Абдурахманова – закладка нового сада, а также приобретение орехокольного станка. На этой неделе ветеринары России отмечали свой профессиональный праздник. В Дагестане ветеринария является важнейшей составляющей успешного развития агропромышленного комплекса. Своим каждодневным трудом ветеринары обеспечивают охрану здоровья животных и стоят на страже здоровья человека. Ограждая его от опасных болезней, контролируя качество продукции животноводства, соблюдение правил её переработки и хранения. Сегодня в гостях программа «Агросектор» – первый заместитель председателя комитета ветеринарии Республики Дагестан Сергей Бапандопова. Сергей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. На этой неделе у нас отмечался День ветеринарного работника. Я вас поздравляю с этим вашим профессиональным праздником. В вашем лице хочется поздравить всех ветеринаров Республики Дагестан. Конечно, отметить всю ту громадную, можно сказать, работу, которую вы проводите в нашей Республике. Всё-таки мы животноводческая, овцеводческая республика. Скажите, пожалуйста, каковы сейчас перспективы развития нашей ветеринарной службы в Дагестане? Ветеранная служба, как вы правильно заметили, это большое количество ветеранных работников. У нас 67 подвесных учреждений, которые находятся практически, не практически, а в каждом районе нашей Республики. На сегодняшний день где-то более 3000 человек работают ветеранной службой. Поэтому я вместе с вами искренне хочу через телевидение обратиться всем и поздравить их с профессиональным праздником. Пожелать им такое трудное время всем здоровья, потому что пандемия всех коснулась, и ветеранных работников, задач перед нами стоит много. Наша служба вроде незаметна, но, как вы уже правильно заметили, мы проводим огромную работу. Во-первых, мы все знаем, что сегодня сельское хозяйство Республики стабильно развивается, и животноводство в том числе, и более 50% волового внутреннего продукта сельского хозяйства ложится на животноводство. А без здорового животного невозможно получить ни качественную продукцию, ни высокие привесы, и высокую продуктивность животных. Поэтому задача наша – обеспечить здоровье наших подопечных животных. Это в том числе крупный рогатый скот, помимо овцеводства, который вы заметили. Ну и вообще у нас три задачи основные у ветеринарной службы Республики. Это, первое, охрана здоровья людей от болезней общих от человека и животных. Второе, недобущение болезней от массовых и незаразных болезней животных. И третье, выпуск безопасных ветеранных санитарных продуктов и животноводства. Сергей Михайлович, вообще есть такое устойчивое выражение, что если врач лечит человека, то ветеринары лечат человечество. Почему так говорят? Да, эта фраза приписывает Павлову, нашему физиологу великому. Ее сказал Евсенька, потому что более известный. Через болезнь животных, они общие для человека и животных. Это на сегодняшний день и бешенство, и сибирская язва, и тот же ящер, и бруцеллез, и лептоспироз, которые возбудители этих болезней. А эти болезни опасны как для человека, так и для животных. Помимо этого, через продукты животноводства, мы все знаем, гельминтозные заболевания, это и аскоридоз, и другие заболевания, фенозы людей. Поэтому, основная задача сегодня у нас есть служба и на рынках, и на мясокомбинах, на убойных всех площадках, потому что мы проверяем мясо. А на рынках, помимо этого же, мы должны проверять и размолочную продукцию, потому что через молоко, через продукты животных происхождений, молоко, творог, там, и, может быть, любые болезни, в том числе, сам наиболее опасный на сегодняшний день, это бруцеллез, туберкулез, может быть, и, соответственно, в последнее время сейчас и ликоз. – Бывают определенные периоды, когда работа ветеринаров, она как-то выходит на такой основной, можно сказать, план, потому что в Республике Дагестан были серьезные вспышки, это и птичий грипп был, и другие заболевания животных. Как вообще, ну, я так понимаю, все-таки основная работа, это направлено на то, чтобы такого не произошло, то есть на профилактику. Вот как с этим справляетесь? – Мы должны делать 7 обязательных прививок в течение года. По крупному рогу отпускату 9. А если в советское время это были колхозы-совхозы, сегодня 80%, где 90% поголовьев содержится в частном сетре. И вот вы представьте, вред врач, вы же, наверное, хоть одну прививку прошли у медиков, или нет? Нет, нет, вы придете к врачу, в крайнем случае, вот сейчас мы все на пандемию не можем, я всегда привожу пример, когда сейчас весь мир понимает, что такая опасность заболевания COVID-19, и большим трудом люди идут прививаться. А нам приходится, вред врачам, приходить во двор, подворный обход, и идти в сарай, где, я не скажу, по колено в навозе, а, ну, по крайней мере, по щиколотку навоз. И это молодым на сегодняшний день специалистам не очень нравится при низкой зарплате. Ну да, раньше, если был колхоз, у колхоза был свой ветеринарный врач. Свой врач был, расколы были, базы, и централизация скота была, я имею в виду, что, ну, вот, 600-800 голов, то есть мне легко, никуда не надо загнал, раскол, быстренько обработку сделал. А сегодня, чтобы мне, теперь, если я раньше затрачивал на, допустим, обработку 200 голов, там, мне уходило 40, где-то 4 часа, то сейчас мне 2-3 дня минимум надо пройти, чтобы это что-то сделать. И каких трудов? Нет притока молодых специалистов. На сегодняшний день ветеринарную службу. Вот, но это проблема не только у нас, я вот недавно читал, по России только 16-18% выпускников ветвузов, ветеринарных вузов идут на производство. И в основном идут все на лечение непродуктивных животных. Непродуктивные животные – это кошки, собаки. Там есть возможность заработать, и там, вы понимаете, все мы сейчас уже знаем, то есть в городе, в ветвечебнице, да, в ветвечебнице, чистота, в халатиках, все аккуратно. Породистым собакам делают. Да, породистым собакам делают. А другое дело – ходить по колоннам, ездить по кутанам, совхозам, ходить пешком, как в горах приходится иногда, потому что транспорт там не притчет, и брать кровь в черных халатах, в грязи – это не самое приятное. И самое главное – не малооплачиваемая троевая работа. Поэтому ветераны работают очень трудные, тяжелые. Но там остались на сегодняшний день только те специалисты, которые любят эту профессию. И я с большим уважением отношусь ко всем этим работникам, ветеранам, которые ушли. Я все время вспоминаю, потому что уже 40 лет в этой профессии никуда не уходил, начинал от научного сотрудника. В советское время это было очень и очень такая… Престижная и уважаемая профессия и наш сельхозный институт, который рядом с вами находится. И многие выпускники вузов, известные в республике люди, были ветврачами, начиная того же Шехсаид Исаевич Шехсаидов, Абдул Басыров, Магомед Тагир Меджидович был, потом Дзамбулатов Магомед Мамаевич, Дурдин Хвизрович, который основал и был основателем этого института, научно-исследовательский ветеранарный институт. То есть, такие были руководители в советское время, все ветераны. Сегодня, к сожалению, на ветерана с трудом набор идет, и мало специалистов, которые тем более идут потом на производство. Ну, я думаю, у нас все-таки сельское хозяйство достаточно динамично развивается, и я все-таки очень надеюсь, что ситуация поменяется. Сергей Михайлович, говоря о профилактике, хотелось бы сказать еще о том, что все-таки у нас в республике отгонное животноводство дважды в год у нас перегоняют скот, и, соответственно, в это же время обязательно вкупка овец происходит. Насколько это помогает в профилактике серьезных заболеваний среди животных? Ну, я вам так скажу, это не только в профилактике животных, но и в получении качественной продукции. Потому что для чего проводится вкупка скота? Первое – это от болезни, передающихся клещами. А клещ, во-первых, он уничтожает шерсть. Вы видите, как больное животное, она как лысая становится. То есть эта шерсть уже непригодна, ее только надо сжигать. Второе – там пероплазмидозные заболевания в Дагестане, особенно в летний период времени, которые вызывают массовые гемоспордиозные заболевания, массовый упадеж, поэтому профилактика. А когда мы купаем к криолинам, клещ не садится, запах есть, это большое подспорье в профилактике. Поэтому это и как от болезней, и как получение высококачественной животноводской продукции, то есть шерсти. Это я к тому, что у нас в ближайшее время, когда начнется очередной перегон, тоже будет. Ну да, через месяц. Да, через месяц. И я думаю, что просто мое первое, конечно, впечатление от кубки было очень жалко. Когда вот... Ягнят молодых, палками туда, лыгами опускают в воду. Очень. У меня, конечно, первый раз был шок, и это, наверное, нужно было какое-то время, чтобы понять, что все-таки... Это необходимо. Да, это не просто важно, это на самом деле необходимо, потому что, когда видишь, что происходит с больным скотом, и насколько это может быть опасно и для человека тоже, понимаешь, что это все-таки на самом деле это необходимо. Гемоспордиоз, я хочу заметить, гемоспордиоз заболевания. Мы же купаем не только овцу, это период перегона, а крупный рогатый скот. Мы купать в советское время еженедельно купали. Сейчас, потому что подорожая продукцию в частном хозяйстве, это дороговато, но, по крайней мере, в период сезона обострения вспышек, заболевания, они бывают в сезон три раза, то есть майское, летнее, и в начале осени бывают три вспышки. Вот гемоспордиоз заболевания, вызывая клещами, регенерация клещей, и мы говорим, хотя бы во время вспышки и до вспышки шесть-семь раз все купать. А в советское время, я еще раз повторяю, мы уже еженедельно купали скот. В колхозе я в свое время работал, клещи, я скажу, это бич Дагестана, клещевые заболевания, перопластмидозные заболевания. Потому что падешь от него, соответственно, и при весе молоко попадает, и так далее, и так далее. Я думаю, когда ветеринары хорошо работают, мы просто не знаем, как их работать на самом деле. Когда хорошо никто не замечает, когда плохо, тогда бегут к врачу. Да, да. Сергей Михайлович, еще раз хочу в вашем лице поздравить всех ветеринаров Республики Дагестан. Вам спасибо за участие в нашей программе. Я тоже хочу ответно поблагодарить вас, что вы пригласили нас и обратили внимание на наш профессиональный праздник. И это, я думаю, будет приятно в моем лице всем ветеранам-работникам, что такое внимание со стратегии, со стороны правительства поздравили нас с нашим профессиональным праздником. Но мы, в свою очередь, будем стараться сделать все возможное, чтобы люди не болели, животные не болели и получали качественную продукцию. И, как все мы сегодня говорим, дагестанский бренд, дагестанское мясо или там овечий сыр, чтобы дальше и дальше эта продукция росла на наших магазинах и на наших столах. И наши туристы, которые на сегодняшний день в Дагестан приезжают, радовались качественным продукциям животного возраста. И в этом будет доля ветеринаровых работников тоже. Спасибо большое. Ну, я на этом прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова